Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена и наши мистические психологические тематики, которые я для вас приготовила. В чем мистическая? А потому что речь сейчас пойдет о спальне, которая является для нас конечно местом сна, местом наших сексуальных развлечений. Но не только для этого она у нас существует, как выясняется из различных комментариев. Зачастую мы в спальнях творим, что делать не нужно. Вот поэтому сейчас об этом мы и поговорим, поскольку чистая спальня это счастливый дом, как ни крути. Но на самом деле дорогие мои друзья, несколько моментов по поводу чего бы не стоило делать в спальне, я себе позволю для общего развития. Но прежде чем перейду к теме нашей беседы, конечно, благодарность всем, кто поддерживает канал. Вам, конечно, привет из Харькова. Здесь по-прежнему все достаточно мрачно. И война забрала уже все силы и возможность веры в завтрашний день. Благодаря вам только я какие-то получаю позитивные эмоции, помогу себе позволить элементарно хотя бы прийти, вот так вот снять видео, почувствовать себя немного защищенной от треволнений жизни. Помните, пожалуйста, что на канале более 2000 видео, они разложены в плейлисты для удобства. Карма имени, занимательная астрология, уроки астрологии для начинающих, сад, огород, кулинария, цветоводство. Милости прошу в любую тематику, которая вас увлечет. Надеюсь, это будет полезно, интересно и важно для вас. А мне того и надо, дорогие мои друзья. Потому что жалко, если труды пропадут понапрасну. Ну а теперь вернемся к нашей чистой спальне, о которой идет речь. Итак, главное табу, чего нельзя допускать в спальне, это выяснение отношений. Где угодно выясняйте отношения, дорогие мои друзья, кроме спальни. Но бывает так, что закрылись у себя в спальне и давай вы, как говорится, мутызить друг к другу, бросаться обидными словами. Более того, кто-то расстроен, начинает плакать, все переходит в истерику. И все это грязью и трещинами ложится на стены в вашей спальне, которая должна быть на раз и навсегда избавлена от подобных историй. Если вы не в моготу, если выяснять отношения, у вас это естественная практика, то делайте это хотя бы в других помещениях у вашего жилища, не затрагивая спальню постоянными дрязгами. Потому что если это все ложится на стены вашей спальни, то ссоры только наращиваются и более того, становятся для вас образом жизни. Так что вот вам первая история, которую надо учесть. Были времена, когда наши предки особенно бережно относились к местам, где спали, где занимались любовью и, в общем-то, местом обитания очень важным считали спальню испокон века. Ее раньше выметали специальным веником, который делали из трав, который, собственно говоря, легко добыть в огороде или поле, было бы только желание. На всякий случай расскажу вам об этом методе, тем более, что у нас впереди лето, и с травами никаких сложностей не будет. Собираем букет своего рода или он же денег из тех трав, которые растут в огороде. Это могут быть бурьяны, лебеда, щерица, собственно говоря. Туда же уместно добавить веточки мяты. Если есть такая возможность, вот снытия, душицы, ромашки лекарственные, если есть, обязательно полынь, если встретится. И вот этот весь букет приносите домой. И осторожно, не спеша, начинайте, не размахуя сильно, выметать из углов своей спальни, двигаясь к входу из помещения, этим импровизированным веником. Так делали наши предки, так и нам, собственно говоря, надо делать. Летон делали обычно на убывающую луну, чтобы вместе с луной убывали и проблемы, и сложности, которые вы при помощи этого веника выметаете. Веник брался в левую руку и выметали осторожно и не спеша те все ссоры, негоразды, трудности, сложности, чтобы энергетически зарядить помещение спальни чистотой, нежностью, заботливостью и приятными взаимоотношениями. При этом начитывался на веник заговор, который, в принципе, наизусть-то можно и не запоминать. Напишите его себе на листочке, проговорите один раз и воспользуйтесь этим веником. Веник собираю, ссоры и зло выметаю, любовь и добро оставляю, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. По завершению обряда веник было рекомендовано выносить из помещения и подвергнуть его огню. Свежие травы горят достаточно сложно, но тем не менее при помощи, может быть, дополнительного обливания горючим каким-нибудь веществом подвергните его огню. На этом мероприятие закончено. Таким образом подметается на обывающей луне раз в месяц и, поверьте мне, вы почувствуете совершенно другую атмосферу в доме. Ну, с помещением мы разобрались, но я вам могу сказать, дорогие мои друзья, что постельное белье в ваших спальнях тоже вещь весьма и весьма ответственная. Если вы всплакнули, выясняли отношения и прочее, поверьте мне, постельное белье все это впитало. И если его не сменить после подобных выяснений отношений, горечь, слезы, обиды, неприятные воспоминания вас будут преследовать достаточно длительное время. Поэтому, если вы себе позволили такой казус, как выяснять отношения в спальне, а потом еще начали плакать в подушку, постельное белье должно быть сменено все непременно, даже если оно пышет свежестью, и вы только совсем недавно его постелили. К сожалению, сама атмосфера ссоры уже отравила впечатление о спальных принадлежностях. Существует еще астрологическая привязка цвета постельного белья к определенным стихиям, к которым вы все относитесь. И я специально вам даже приготовила и зачитаю. Если ваш знак зодиака относится к стихии земли, то бишь телец, дева, козерок, ваш цвет терракотовый, песочный или золотистый. Обитателям водной стихии рак, скорпион, рыбы показаны оттенки от бледно-голубого до темно-синего. Огненной стихии овен, лев, стрелец соответствуют розовый, персиковый, лиловый цвета. Если вы относитесь к стихии воздуха, близнецы и весы водолей, то цвет вашего постельного белья должен быть золотистым или серебристым. Ну вот эти моменты тоже надо иметь в виду, дорогие мои друзья, если мы боремся за чистоту и прелесть нашей спальни. Пространство спальни можно еще очищать музыкой, но эта музыка должна быть приятной не только вам, но и вашему партнеру, безусловно. И она не должна быть громкой, навязчивой, истерической. Это должна быть просто мелодичная мелодия, которую, собственно говоря, вы позволите себе, вот, которая будет очищать пространство в вашей спальне и навевать хорошие, приятные мысли вместо огрызаний и выяснения отношений, которые в спальне вообще недопустимы. Ну а если все-таки ссоры частенько являются причиной для вашего дурного настроения и неуверенности в завтрашнем дне, помните, что апельсиновая ванна позволит вам очищаться от негатива, который на вас садится, и открывает новые возможности в общении со своей второй половинкой. Как делается апельсиновая ванна? Легко и непринужденно. Для этого требуется апельсин, вода в ванне, где-то температура 37-38 градусов. Выжимайте туда апельсиновый сок, и 4 дольки апельсина можно просто бросить в воду. Принимайте эту ванну, полежите в ней немного, и надеюсь, что вся негативная энергетика, которую вы саккумулировали на себе, вас покинет и все встанет на свои места, дорогие мои друзья. Ну вот такая была маленькая экскурсия, и если вы думаете, что мы поговорили по пустякам, то ничуть не бывало. Что? Что? А спальня должна быть всегда чиста, кристально и замечательной. Если вам нужна счастливая совместная жизнь и радостные впечатления, друг друга не покидают вас. И это очень важно, потому что личная жизнь – это залог всего. И если у вас тут постоянное выяснение отношений и дрязги, и ваша спальня превратилась в постоянное бубление и выяснение отношений, то ничего хорошего в жизни ждать просто не может автоматически. С вами была Елена.